Избыточный активный ИЛ может быть использован в качестве удобрения при озеленительных работах во Владивостоке. Об этом во время рабочей встречи сотрудникам МКУ «Зелёный Владивосток» рассказали представители Приморского водоканала. Как сообщила начальник отдела экологии, избыточный активный ИЛ является осадками сточных вод. Его используют для получения органоминеральной композиции с помощью препарата полиаминол, который гарантирует полное обезвреживание и дезодорацию осадков. Это значит, что они не имеют неприятных запахов и являются абсолютно безопасными при использовании. Органоминеральная композиция сертифицирована, обладает высокими удобрительными свойствами для применения в народном хозяйстве. Может быть использована для озеленения во всех направлениях, от кустарниковой растительности до хвойной, для озеленения города, для создания хороших цветочных клумб, для рекультивации каких-то разрушенных земельных участков. По итогам встречи сотрудники МКУ «Зелёный Владивосток» подчеркнули, что возможность использования активного ИЛа при озеленительных работах будет рассмотрена. Для оценки необходимости был взят пробный материал. Нам рассказали о том, как возможно его использовать в озеленении в сельском хозяйстве. Сейчас мы с собой везем небольшую пробу. Думаю, что мы попробуем у нас на однолетниках пока, чтобы увидеть быстрый эффект, понять, стоит его использовать, в каких пропорциях стоит его использовать для дальнейшего использования для озеленения города. Отметим, озеленительные работы проводят во Владивостоке регулярно. В этом году в городе высадили 250 тысяч однолетних растений. Также до конца года в Приморской столице планируют высадить 8 тысяч деревьев и кустарников. Сергей Чал и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.